Снова здарова, мои господа, связь Роман и канал Фрисцентгеймс. Продолжаем с вами катать, выкатывать колечко. Значит, прошлая серия, я её чуть-чуть за кадром продлил, в том плане, что я сбегал, забрал души, руны и вернулся обратно. Вот. Что касательно вот этой херни-бодяги, вроде как, да, но почему-то нет. Не хочу я пока, может потому что ограничен кузнечными камнями мрака, вот, поэтому я пока никак. Восстанавливает здоровье, восстанавливает здоровье хорошо, чаще будут выбивать врага из равновесия, в принципе, неплохо. Но я, наверное, я, наверное, заменю на лечить недуги. Таким вот образом у меня будет чисто фляга на излечение, как положено быть фляги на излечение. Дальше усилить фляги, я вроде как забыл, да, повысить эффективность, хорошо, повысил эффективность, теперь у меня фляги плюс 9, больше нет, мне здесь ещё одна семечка нужна, отлично. И дальше плато Альту, сюда я сходил, вот здесь я не был, сюда я не ходил непосредственно. И вот здесь наверх не поднимались, по этой области тоже не ходили, не смотрели, что, где там вообще, что происходит, зачем там всё это мероприятие происходит. Поэтому сейчас мы сгоняем, посмотрим, есть ли меня, конечно, червеморды, вот эти вот сволочи, окончательно проклятием не закидают. Бляха, отвратительные, конечно. Как это называется-то? Дебаф? Дебаф, да. Недуг, недуг, проклятие, это просто жесть. Потому что, ну, такого не должно быть. Настаклась и всё, умер. То есть, ну, как бы, настакаться ему элементарно. Хотя, опять же, с другой стороны, если накачать сопротивление, иммунитет, то будет, возможно, получше. Хотя, я не скажу, что прям 100%, так как не уверен, не знаю. И насколько лучше, опять же, таки будет, что это. Коснитесь трёх фантомных эмблем. А, нет, подожди. Так, одна типа под мостом. Одна где-то типа здесь должна быть, а одна типа где-то здесь. Да. Э, слышь ты! А чё он сдох? Это получается, если фантомную эмблему дотрагиваешься до фантомной эмблемы, то они автоматически подыхают. Удобненько. Ничего не скажешь. Хорошо. Погнали за ещё одной фантомкой. Пацаны, здорово. Бляха. Ладно. Наебал дурачков. Хрен вам. А где ещё одна эмблемка? Она ж тут должна быть. Ну. Пацан, эмблемку не видал? Ну, ребятушки, ну такая блестящая. Ребят, ну как неоновая вывеска, ну неужели никто не видел? Блин, походу, никто эмблемку не видал. О, как так? О! А-а-а-а. Допустим. И типа сейчас вот эта башня должна появиться или что? Иди нахер. Бесполезные, конечно, упыри. Не, убивать они... Да, башня, смотри, появилась. Убивать они, конечно, умеют. Чего-чего? Этого у них не отнять. Миражная башня. Так. Сундука нет, Лутецкого пока никакого не вижу. Ага. Это ингредиент для создания чего-то, не знаю чего. Невидимый клинок. Невидимая форма. А зачем? Делает полностью невидимым оружие в правой руке. Можно применять, находясь в движении. Превращает заклинателя в невидимку. Если вы скачете верхом, эффект распространяется и на скакуна. Можно применять, находясь в движении. Зачем? Давай... Кстати. А я при всем этом же, я ведь могу изучать различные заклинания. У меня есть вера, у меня есть колдовство, у меня есть мудрость. Немножко. То есть я чары, молитвы определенные могу изучать. Давай попробуем что-нибудь выучить. Повышает магическую силу тех, кто находится возле. Скорость накопления сна и безумия. Выпускает изовлека снаряд, поражающий врага со спины. Невидимка всякая разная хрень. Выпускает сгусток магмы. Напитывает оружие в правой руке морозом. Но, наверное, нельзя сделать, потому что у нас как бы кровотечение там уже есть. Пузыри волшебные. Хрень, заклинанный туман смерти. Ядовитый туман. Кровавым пламя. Вот это, кстати, может быть. Почему бы и нет. Кровавое пламя плюс кровавая вот эта кровь. Некоторое время восполняет ОЗ. Кидает во врага острые осколки камней. Тело заклинателей молниями. Это усиливает, скорее всего, сопротивление электричеству типа. Типа замедляет накопление скверной смерти. Это неплохо. Загорается желтым. Да. Это у нас безумие-безумие. Огнедышащий дракон. А, он превращается в огнедышащего дракона. Дракона когтями. Давай мы, наверное, все драконные заклинания поставим. Посмотрим, что это за дичь. И получается это все, что я могу выучить. А теперь, подожди, инвентарь заклинания повышает устойчивость ко всем недугам, но снижает сопротивление молнии. Тело заклинателя наполняется животворной... А, ну да, я понял. Ну вот это, слушай, неплохо. Облегчает парирование, повышает устойчивость ко всем недугам. Ага. Ладно, хорошо. А что по заклинаниям-то у меня? А почему я не могу использовать? А, вот. Усиление 123, 123, 120, 153, 127, 126. Вес 1,5, вес 4,5. А-а-а. Ну, получается, вот эту дичь я никак не могу использовать. Подожди, нет, не то. Тогда неправильно. Тогда не так, вот так. Ага, все, я понял. Ну, попробуем, конечно, заклинания какие-нибудь по это самое. Только вот эту открыть, когда надо убрать. Все, поскакал я. Сюда. Подожди, я забыл. Это мне, типа, сейчас под мост, и вот все, я понял. Под этим мостом? Так он же разрушенный. Бляха, что-то я затупил. А, нет, все правильно, под этим мостом. Пацаны, а можно я на вас заклинание попробую? Пацаны! Пацаны! Пшш! Блин. Мана закончилась. Другалек, я чисто без палива тебя огоньком выжгу, ладно? ну я скажу так что я хз вообще для чего нужны эти заклинания возможно они хороши но я думаю что мне нужны заклинания все-таки скорее всего на защиту больше я все-таки боец я не маг да да поэтому эту дичь мы наверное поубираем давай мы сделаем а некоторое время восполняют азе заклинание молниями замедляет накопление скверны смерти она же проклятие кстати 4 затупил совсем накопление сна и безумие неинтересно где полезного то ничего нет невидимку давай будем превращаться и наверное все таки одно заклинание какой-нибудь возьмем чисто сдалека поражающих врагов со спины не знаю что это такое кстати я не могу их использовать невидимая форма почему потому что мне наверное надо знаю что взять вот это как раз таки наверное посох надо брать да то есть давай я тогда невидимую всю эту хрень уберу чтобы она просто не мешалась блин вот это вот я хочу еще попробовать что это такое так тихо посох мне верни работа я до тут вражина была я же слышу разговаривают мне нужен враг но какой-нибудь не сильный такой плевенький говененький такой чисто вражочек чё не понял а так вот вот вольте блядь но ты взял у я-то думал она прыгает со спины в смысле на других прыгается спио имелось ввиду что он со спины типа ну да я понял я думал что как бы вылетает снаряд точнее снаряд телепортируется за спину брату врагу и там его уже выжигает а она оказывается сбьет врага у меня за спиной может для пвп кстати неплохо а так мне кажется она вообще слышь ты а так мне кажется это вообще дичь бесполезно просто ненужная херня здорово пацаны да обидно конечно так это мое большая звезда не но пацаны но охранники из вас такая себя хуёвенькие конечно хуёвенькие а я кстати иду туда когда надо мне как раз с этими большими дурачками что делать защита моему молниеносная закончилась что ты шустренько начал не отоптать что ты что ты так пацаны здорово ай больно 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 мне больно не унять эту злую боль да больно говорю ну что ж непонятного то собака тварь а дайки я наколдую себе знаешь что вот эту дичь теперь у меня будет постоянно восполняться здоровье постепенно помаленьку вопрос только как долго я не знаю конечно так псы оу я те сейчас сколько пушу они наверное огню хорошо поддаются а подожди стой а я знаю я могу вот это вот наша тема да хорошенько выжигает еще и при этом среднее снаряжение осталось отлично так ману мою верни да ну блять кровавый аристократ слышь я тебя щас кину я тебя щас кину чака кину щас падла бляха обосрал тут все не пройти не проехать кровавый аристократ я хоть бы что-то за него дали да нет кровавый винт кровавый винт кровотечение 57 изящество династии уклоняйтесь от вражеских ударов соблюдая дистанцию проведите сильную атаку чтобы совершить резкий выпад а затем еще раз чтобы нанести врагу размашистый удар ничего не понял это на практике смотреть ну длинная херня а подожди это сделал так а ну слушай интересно это получается рапира с эффектом кровати это что-то новое а есть дурачок какой-нибудь не сильный пацаны дурачки есть тут кто из вас моля оба ну слушаю а настакивается почему кровотечение так хорошо настакивается по моему моих катанах более прокаченных не так хорошо кровотечение настакивается как на этой били 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 бирде бака кашишка а ты подожди сейчас я приду бляхом она закончилась ой пацаны ой непруха хотя с другой стороны вам повезло вы же и вы будете блин я хочу эту жидкость теперь убить сгусток этого говнеца оно по моему разваливается лучше чем маленькие но намного значительно кровь монстр понятно отстань ну допустим это я нашел это я нашел где этот винт пацаны дайте я по прикалываюсь над вами нуляхо выносливость заканчивается вообще махом вроде атаки сбивает неплохо я не знаю вроде как бы хорошо вроде как то непонятно в любом случае проказ прокачка низкая у этого оружия нельзя его полноценно оценивать на низкой прокачки на начальных уровнях особенно учитывая что локации у меня нифига не начальная опять же прокачивать у меня нет возможности все подряд потому что магических камней этих камней мрака точно их не так что и много кстати фляги с маной вернули хорошо пацана вы чё просто так стоите прям ничего не охраняете да реально просто так стоите ничего не охраняете бесполезное создание сундук кто-то уже подпёр ладно фига крутой прям джон виг блять а вниз это куда а это вот к этому городу кстати на который мы сейчас можем посмотреть если повернем на мосту направо о бляха так он весь в какой-то химозе там блин там наверно будет настакиваться кое-нибудь это травы я не знаю что то что то что то будет наверняка настакиваться вулкан вулкан подожди вулкан а здесь типа босс что вулкан гельмир что-то я уже где-то слышал блядь ну нет ну серьезно ну зачем а а а а все все мы в а ее можно выбивать да ладно это какая-то низкоуровневая хрень допустим ненавижу вот эти вот как и железных людей я не знаю как их назвать это очень-очень-очень противные соперники ух блять они хотя бы друг друга тут бьют что не может не радовать отвратительно ненавижу их вот прям серьезно пиздец минус конь а вот это сейчас что было смысл а еще одна семьдесят тысяч и блять ладно хорошнее я понял я понял я по на лошади такое себе мероприятие доскакать забрать побырику души конечно да а вообще конечно нет так дай-ка я быстренько доеду заберу я просто мимо проходил мне по факту то их бить необязательно это знаешь вы чисто уже для себя так он теперь для себя для успокоения моих нервишек я лучше мимо проскочу на хера не нужно пизду их собаки еще бегают тут сволочи а че ты с лес то пожирательница погаших начинает вторжение кто зачем настюха ты че ебнулась что ли власть насть священный разделочный нож так верни мне коня золотое о обед это не тот конечно обед но тем не менее где а повышать силу атаки и защиту заклинателя и союзников на сколько длительное ножа не нажатие продлевают молитву и откладывают ее активацию этой молитвы из поколения в поколение обучали рыцари королевской столицы которые находили меня источник отваги и время во время дальних экспедиций хорошо а с той стороны я был подожди так у меня получается надо как-то сюда вниз спуститься вот так скорее всего самый простой вариант заодно души потрачу вулкан гельмир точно я был на него только с другой стороны заходил а ловкость давай сюда же я пошел на в этом говне я еще не плавал походу ну вроде чисто пробежал потому что меня тут что-то били больно я тут малый губ был но семечко при этом стыбрил очень очевидный ключ можно вставить его прямо отсюда я даже помню слушай как мы тут бегали вроде там кто-то охранял этот вход поэтому я решил свинь а жабы с проклятием точно жабы так давай открываем да раз да все я пошел пещера кипящей реки здесь были я не стал сюда спускаться тогда реально тогда за здоровье испугался немножко а а ведь так и упасть можно ну и чё то есть ты просто так тут сидишь и ничего не делаешь ладно допустим ой 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 а ведь так можно было и убиться блядь ну неееет да ну я попробовал это говно с потолка падает а а а а немножко не понял в каком направлении мне сейчас идти Ага. Я могу излечить недуг из фляги, но я не вижу в этом смысла. Он очень быстро настакается обратно. Там что-то еще охраняют. Пойдем туда зайдем. Там еще был проход. Вообще, может тут... Понят? Ай-ай, грибники. Слушай, а по-моему на болоте с... С красной... Скверной. Вроде с этой. Я уже встречал таких пацанов. Ядовитые грибочки с них падают, допустим. Что за звук? Ах ты ж, крыса. А, ты сам ко мне спустишься? Ладно. Но как-то можно наверх еще пробраться. Там, кстати, Лутецкий лежит. Подожди. Точно нет? Не, пока мы вниз не будем спускаться. Во-первых, там можно как-то наверх забраться. Во-вторых, там был еще один проходец. Мне позволит не так быстро терять здоровье. Подожди, это тупик? А, отсюда я пришел. А, да ну ты что такое делаешь со мной, тварина? Скотина, отстань! А, какой проход я тогда находил? Что-то я не понял. Подожди. Мне показалось, что у меня отравление излечилось. Не, значит, нет никого второго прохода. А, как тогда наверх попадать? Интересно. Ага. Нет, тут все равно нет прохода наверх. Очень интересно. Возможно, дальше где-то будет проход. Так, ну это, скорее всего, типа к боссу уже спрыгивать. А, вот это подъем наверх. Ага. Бляха, ничего не видно. Золотая руна номер 7. Так, допустим. Ох, ебать. Отравление свое в жопу себе засуньте, ясно? У меня это вот ваше отравление, не пришей пизде рукав. Гриб, костюм гриба, зачем? Ай, так. Что за костюм гриба? Ммм... Для почитателей красной гнили грибы подобны священным путам, которые связывают их с землей. В чем прикол? А, да? У них космический иммунитет. Бляха. Так это, получается, они против отравления вот этого... Хорош. У них реально у этого грибного костюма космический иммунитет. То есть, где-то, если будут гондоныши какие-то со скверной... Скверной не... А, да, получается, совсем против отравлений различных. Не, ну это прикольно. Кстати, я только что спрыгнул, последний раз на дурачка. Не повезло виду ручку. Не понял. А, все, понял. Бляха. Нееет, не-не-не-не-не-не, ну только не эти, боссы, ну серьезно, блядь. Еще и двое, к тому же. Так, тихо, я вроде... А почему у меня пытается настакаться это отравление? Я ж на чистой земле стою. Надо быстрее текать отсюда. Да, блядь, уйди ты со своей надписью, ёптвою. А, все. А, инвентарь повышает силу атаки вблизи от отравленных врагов. Ну, слушай, это неплохо, когда ты играешь через яд. Это, прикинь, у тебя меч с ядом, который травит врагов. А, и с этим медальоном, получается, будет усиливаться атака по ним, по отравленным врагам. Ну, неплохо, неплохо. И куда мне тут еще сходить? Вот это, что за территорию, я понять не могу. Туда как-то можно пройти? Давай попробуем. Где его похитить? А почему я не пошел сюда? Плато Альтус. Или я тут был? Что, вроде не было. Могу даже духа призвать. Не, я тут не был. Почему-то я не захотел сюда идти сразу. Сим-сим. Один. Блин, у меня мечевидные ключи закончатся сейчас. Либо уже закончились. Возможно, это был последний, либо предпоследний. Я тебе сейчас как ударю? А, вот так, да? Бляха. Ну, а добивать-то кто будет? Типа я здесь. Талисман жемчужного драгона плюс один. Заметно повышает сопротивление не физическому урону. Не физический урон это что? Не физический урон это что? Это магия? Это иммунитет? Яд? 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 Это тоже тоже должно, по идее, относиться. в теории последствия опять лодочник что ли ну уже такой беспонтовый лодочник ваш где он что-то новое нах вон острове закончилась будить будет корень смерти корень смерти валяха а мне уже отдать его никому блин и серьезно лодочник беспонтовый босс он самый легкий вообще но это босс он как бы мини босс промежуточный я не знаю назови его как хочешь но он не мог он необычный бомжара он в любом случае басяцкий слушайте ни хера себе пацаны я вас не заметил во первых во вторых идите нахер даже после того как я вас заметил ну чё вкусняшек больше никаких нет так это я прибежал а это 2 храма реки наверное да виднеется да это 2 храма реки и миражная башня а вот это что а это просто так нарисован вот эти скалы то есть между ними пройтись-то нельзя или можно сейчас я попробую туда еще зайти так катакомбы там открылись блин а я там тоже не был надо будет спуститься вниз твою мать я там увидел благодать и семечку если я там не был то там получается еще одна семечка и мы сможем еще одну флягу себе наколдовать а если я там был то там нет семечки сто процентов не давай тогда туда быстренько моим отнемся там в принципе делов-то только лагерь зачистить рыцарский вместо катакомбы я думаю сгоняем посмотрим что там есть так как мне тут дабы не убиться прыгаем сюда хорошо я слушаю я тут не был а был получается смысле семечку забрала благодать не взял это как так это что все за человек то такой что я тут делал руины люкса он даже типа люкс не да здорово пацаны пацаны я тут наверх пытаюсь попасть не знаете как это сделать походу эти пацаны нихера не знаю может чисто запаркурить а здесь можно как бы здесь по верху проскакать я понял получается я здесь пробежал забрал семечко благодать послал нахер типа ну а зачем и пошел дальше это на меня похоже в принципе да мне вот интересно все таки вот эта область им там можно пройтись или как там указывает туда указывает и где тут могут быть катакомбы я получать сюда пошли попал вот по тому проходу до немножко не понял а нет понял тогда где катакомбы они же где-то в горе должны быть вот они допустим а успеем их зачистить за минуту за 2 но за 3 короче побырику надо катакомбы зачистить ебать 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 хорош а тут походу будет весело я зайти не успел меня уже отымели да больно же да больно говорю сидит 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 сука нас яйцо что травы травить травить меня будете только чур на голову не падаем пацаны да ну зачем ну зачем что за кнопочка блядь я так и знал что кнопочкам нельзя доверять о пацан пошел ты нахуй пацан а шлеп подобным подобным шлем у меня есть уже это правда херня какая-то торчит а у меня там с перьями на голове есть еще ключи для х еще есть откуда они берутся но это точно последний амулет с грозовым скорпионом так много всякого бесполезного честно тебе скажу усиливать атаки молния наслежать сопротивление уроду мне нет атак молнии где да нету нихера обидно ой 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 ойт Ну куда стелс я, блядь? Я ж сказал, сука, я стелс, стелс я, не видно меня, не слышно, нельзя меня бить, ворочать, курочать, ну что такое, ублюдки Бляха от сандалика Где эта кнопка? А, вот эта кнопка, да А ведь так хотелось зайти, победить и уйти А где у меня... Все Хуй вам, меня не видно Блядь, меня видно Пацаны, идите нахер Пацаны, идите нахер Сказал же Ну, блядь А как долго они могут преследовать? Ох ты ж, ежики Не-не-не, мужик, отстань Нам с тобой не по пути, я тебе серьезно говорю Сказал же Все, теперь я стелс Блядь Дикарь, бляха Здесь есть проход? Здесь нет прохода В смысле, а почему я не могу телепортнуться? Нет, могу Нет, могу Подожди, а что тут выхода-то нет? Обычно есть короткий ход обратно Твою что мать Ладно, я понял тебя А ты как наверх-то забрался? Не, серьезно Как он наверх забрался? Не, мне не сюда Мне кажется, почему Вот почему-то мне кажется, что я всем очевидные ключи уже В рае Так, они не здесь Да? Тут я молодец, конечно А, я на лестнице тоже могу прибухнуть? Отстань от меня, пожалуйста Отстань Ёбжики Я про эту гильотину совсем забыл Где-то выход Да, супербыстро Аааа, стоять! Куда я сейчас? С одной флягой поскаку Ага, сейчас Не, 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 с одной флягой во-первых я не пойду Во-вторых я сделаю вот так еще 64 тысячи не хватит Вот этого может хватить, но я не уверен Семьдесят одна тысяча! Ай, ладно, на боссе набьем Че я зря трачу О-о-ох-ты ж О-ох-ты ж О-ох-ты ж О-ох-ты ж О-ох-ты ж Почему я не от одного этого прыжка не могу отпрыгнуть? Вроде раньше чётенько получалось. А, колокольная сфера. Колокольная сфера. Но не могу сказать, что это плохо, не могу сказать, что это хорошо. Потому что я не видел товар, который мне за эту колокольную сферу в итоге предложат. Так. Повысить уровень. Давай тогда ещё ловкости возьмём, малёнька. Всё, сюда выйдем. И посмотрим. Короче, здесь мы закончили. Значит, спускаемся вниз. Да, спускаемся вниз. И проходим вот в эту отравленную, затопленную деревушку. Посмотрим, что, где и как. Там. А вообще, наверное, надо и тут посмотреть. Почему-то потому, что, видишь, мост беззакония указывает сюда. А куда сюда? Я здесь вроде всё прошёл. Я здесь не видел никакого босса. А, он ведь всё равно будет показывать, даже если босс погиб, всё равно будет показывать направление. Ладно, давай на этом мы закончим. Продолжим уже в следующей серии. Так что, если интереснее, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Субтитры подогнал «Симон»!